Фантом Лансер Хотя его истинное имя неизвестно даже союзникам, прозвище Фантом Лансер говорит о многом. Как ангел смерти Эзраэл, он борется, чтобы избавить мир от тех, кто решил уйти в объятия бессмертных. Он в состоянии появляться и исчезать по желанию во многих местах, как призрак. Он способен убить любого, используя свое копье. С каждым ударом приближает царство духов. Копье – источник его поразительной способности дублировать себя. Всякий раз, когда он проливает кровь, он может использовать ее, чтобы создать более слабых копий самого себя. Дайте ультру, я мужчина. И сюда. Дайте ультру. Всем привет, дорогие друзья. Что ж, наконец-таки дождались Фантом Лансер. Ребятки, кто-то ждал Фантома? Получайте. Сегодня мы узнаем, что у него делает. Спирит Лэнс, Доппельгангер, Раш и, конечно же, Джукстаполс. Это интересные способности этого героя. Но, к сожалению, этот герой из меты уже выпал. На 85-й карте он также не в мете. На 83-й он тоже не в мете. Чуть-чуть позже, вот ниже 83-й, где-то, по-моему, в 80-й, этот герой был просто имба патча. Потому что у него был инвиз и было 4 ловкости за 1 уровень. Но, к сожалению, сейчас немного все похуже. Но, тем не менее, персонаж очень сильный. И второй спелл, который поменяли, он тоже очень прикольный. И о нем я сегодня вам поведаю. Ребят, ну и не только о нем, конечно же, и о других сфилах. Все, поехали. Итак, друзья, что ж, начинаем мы обзор нашего персонажа. И первая способность нашего персонажа это Spirit Lens. Spirit Lens это у нас способность таргетная, которую мы прокачиваем по ходке Т. Прокачали. Дальность применения данной способности 750 единиц. Ребят, не стоит забывать, что это таргетная способность. И на линку она работать не будет. Закидываем мы вот так вот в оппонента. В оппонента прилетает копье и появилась иллюзия. Видите, какой-то еще зеленый эффект их был. И, конечно же, персонаж был продамажен. Как это работает, я вам сейчас расскажу. Тут несколько нюансов на данной способности, которые, так сказать, улучшаются с уровнями прокачки. Во-первых, это иллюзия. Во-вторых, это у нас замедление. И, в-третьих, это урон. Смотрите. На первом левеле 100 урона нанесет и 10% замедление. И иллюзия живет 2 секунды. На втором левеле 150 урона, 20% замедление. И иллюзия живет 4 секунды. На третьем левеле 200 урона и 30% замедление. Иллюзия живет 6 секунд. И на четвертом 250 урона наносит. Замедление на 40%. Иллюзия живет 8 секунд. И самое прикольненькое, что замедление, которое вешается на оппонента с пропорциональным уровнем прокачки, то есть там 10-20-30-40%, оно идет 3-25 по времени. То есть 3 секунды 25 миллисекунд персонаж будет замедлен. При этом КД у нас 7 секунд, монокост 125, 130, 135 и 140 маны будет браться для использования данной способности. Очень, в принципе, простенькая. Ну и иллюзия. Давайте поговорим о иллюзии, которая у нас создается. Иллюзия, она сразу автоматически атакует персонажа, на которого мы накинули копье, но эту иллюзию мы можем тоже так же перенаправить, вдруг там кому-то фласку еще сбить бонусно. Эта иллюзия, в общем, подконтрольная и, в принципе, вот так вот. Иллюзия наносит 20% от урона фантома, то есть у нас атрибут основной это ловкость, то есть от нашей ловкости вот 96 урона примерно будет 20% от 96 урона. Ну, он варьируется, опять-таки, 74, 96, то есть может 85 урона выпасть и от 85 будет 20% откидываться. Очень все это простенько работает. Ну и, конечно же, эта иллюзия, она очень тоже такая слабенькая и 400% урона она получает. То есть получается тычка ЦМки это 67, 67 урона, 67 урона это 100%, умножаем на 4, 64, 24, это получается 240 урона будет ЦМка с руки бить эту иллюзию. Очень простенько. Ну и, в принципе, по данной способности все. У этой способности еще есть приколюха, как если у вас много рядом иллюзий фантома, но об этом мы чуть позже поговорим, то также применяется эффект, что фантом закидывает копье и все иллюзии закидывают копье. Но это, так сказать, иллюзия, то что иллюзии применяют эту способность, не наносит урон и не замедляет. Это для того, чтобы просто запутать оппонентов. Ну и самое прикольное то, что это магические уроны, в принципе, БКБшка контрит всю эту тему, но БКБшного юнита мы не сможем ничего применить. Ну и, конечно же, по появлению иллюзий. Иллюзия не появится в случае том, если цель, так сказать, не достигнут. То есть если, допустим, ЦМка вот так вот у нас тут ушла куда-нибудь, с даггера блинканулась, то способность будет просрана, так сказать, просираловку, да, включат. И, в принципе, все по данной способности, братцы. Надеюсь, внятно объяснил. Замедляет, дамажит, появляется иллюзия, замедление на 3.25, расстояние применения данной способности 750 единиц, таргетная способность. В принципе, это все. Поехали далее. Итак, друзья, что ж, самая интересная способность на нашем персонаже, и которая у нас переработана, и которая позволяет Фантому легко передвигаться в драке, это Доппельгангер. Тут, в принципе, по уровням прокачки не улучшается ничего, улучшается просто КД. И все. Монокост остается тот же, 50 маны, монокост. КД у нас 25, 20, 15 и 10 секунд на данную способность. Эта способность у нас имеет такую специфику, что позволяет Фантому быть почти неубиваемым, если его просто пытаются, будут закидывать какими-то слабыми спеллами, или, в принципе, мы сможем просто всех путать. Ужас, там такая путаница будет. В общем, давайте я вам покажу, что делает эта способность. Смотрите, нажимаем область, такая у нас появляется АОЕшка. Эта АОЕшка у нас имеет 325 расстояний. Дальность применения этой способности 600 единиц. То есть на 600 единиц Фантом может совершить такой скачок. При этом после этого скачка у нас появятся две иллюзии. Одна иллюзия очень слабая, а другая иллюзия по толстоте, такие же, как и мы сами. Жаль, что эта иллюзия не подсвечивается. Почему вы не сделали, разрабы 85-й карты, почему вы не сделали, чтобы эта иллюзия подсвечилась? Ну почему? В доте 2 иллюзия подсвечивается, и это очень круто, потому что, смотрите, допустим, вот эта иллюзия, это иллюзия, которая много хапает, а эта иллюзия жирная, как и мы сами. Посмотрите, просто ее полгода будут убивать. А теперь я встану, смотрите, как меня бьют. Вот тот же самый, тот же самый дэмэдж получаю я, как и эта иллюзия. Одна иллюзия у нас имеет стопроцентное получение дэмэджа, но она ничего не может наносить. Она просто имеет 0% урона. То есть эта иллюзия такая чистая для отвода глаз, чтобы кто-то зафокусился на ней. Ага, это он. По-любому догоняйте его и начинает лупить туда, сливать все скиллы. Она же такая же жирная, как и мы. Очень тяжело отличить. Единственное, по чем можно отличить, это потому что она не наносит урон. И вторая иллюзия, она наносит 20% урона от нашего, так сказать, основного атрибута. Но и получает 600%. То есть она такая, знаете, ее просто фу, сразу смыло. И остаются два персонажа под допелем. То есть это остается основной герой. И, конечно же, остается эта иллюзия. И начинают бить, и дэмэдж одинаково наносится. И, конечно же, нужно будет уже потом выбирать. Ну и в драке можно будет немного проявить смекалочки. И постараться развидеть, так сказать, свою же вот эту иллюзию, которая, к сожалению, не подсвечивается. Хотя она должна быть подсвечена, мне так кажется лично. Ну и, конечно же, это вот такая вот погрешность, небольшая способность. Плюс эта способность туда собирает все иллюзии в радиусе 900 единиц. И объединяет вот в эту всю кучу. Объединяет в эту всю кучу. И портует куда-то в одно место. То есть если у вас тут стоит 10 иллюзий, то эти 10 иллюзий все они возьмут и портанутся. Портанутся просто и будет круто. То есть представьте, он просто берет с одного места все иллюзии в другое место портует. И сам вообще передвигается по драке. Это очень-очень-очень прикольно. Ну и самое интересное, что у нас есть на этой способности. А вроде все я рассказал уже. Дает две иллюзии. Одна иллюзия жирная, как мы. Ой. А другая иллюзия... А другая иллюзия очень слабенькая. При этом портует все это дело. С задержкой секунду можно кайтить и выйдить все, что хотите. Ну и конечно же самое-самое-самое интересное, что у нас есть на данной способности. Это конечно же дебафы. Да. Всякие вот диспеллы. Диспеллы дебафовича. Смотрите. На нас Слордар накидывает свой ультимейт. Но мы своим допелем можем очистить ультимейт Слордара. И это только мелочь. А Фантома, когда он заходит в допель, на него применяется легкое развеяние, которое позволяет в принципе убрать. Вот ульт Слордара он убирает. Убирает еще нож. Queen of Pain висит статус. Опа. Мы запрыгиваем. Я не буду долго перебирать, что он еще убирает. Тут применяется легкое развеяние. То есть спеллы, которые имеют там какие-то простенькие дотки, они будут просто отлетать. Ну и соответственно можно в рутах нажимать. То есть Frostbite. Вот у нас тут есть. Оп, закинуло. Нажимаем. Скидываем этот Frostbite. И конечно же выходим уже довольные и агрессивные. Вот такая вот, ребят, у нас способность. Вторая переработанная. Очень интересная. Очень жалко, что иллюзия жирная. Она не подсвечивается. И это очень-очень, ребят, плохо. Ну а на этом разбор второй способности окончен. Я думаю, вам более чем понятно. Вторая способность. Это у нас способность, которая создает две иллюзии дополнительно. Одна жирная, как мы. Другая. Я знаю, я за пальцами слежу. А другая, она очень слабенькая. То есть можно как-то попытаться запутать оппонентов. Ну и конечно же собирает все иллюзии. Мы уже потом на ультимейте потом покажем. Ну и конечно же дебафит. Вернее диспейлит нас от, так сказать, отрицательных вот этих всяких положительно-отрицательных бафов. То есть положительный не снимает, а отрицательный снимет. И конечно же будет все отлично. Уже немного заговорился. Поэтому, ребят, поехали на третью способность. Итак, друзья. Следующая способность на нашем персонаже это Фантом Раш. Фантом Раш позволяет нашему персонажу совершить набег. В зависимости от уровня прокачки у нас этот набег будет на разном расстоянии. Также у нас тут будет улучшаться КД с уровнями прокачки. Данная способность является пассивной. Мы прокачали ее. Ход КР у нас. Не забываем, конечно же. И данную способность можно отключить с Сильверухой. Но есть приколюха, что эта способность работает также у Иллюзии. Работает, когда мы находимся в БКБ. То есть все такие вот маленькие нюансы, о которых нужно узнать, я вам как всегда рассказываю. Иллюзия может также набегать вот так вот. Смотрите, мы нажимаем райт кликом. У нас персонаж срывается сразу же с места со скоростью 800 момент спида. Он набегает на оппонента. И минимальное значение вот этого рывка 300 единиц. То есть если вы стоите вот здесь, то персонаж не набежит. Но если мы отойдем чуть дальше и, конечно же, нажмем опять райт клик. То наш персонаж совершает такой рывок и поехало. По уровням прокачки все просто. 600 расстояние, 700, 800 и 900 расстояние. То есть вот с какого расстояния может Фантом делать скачок. Сейчас способность третьего лавра. То есть, соответственно, с 800 расстояния наш персонаж может принудительно побежать. А именно как принудительно? Если мы просто нажмем разочек. Вот так вот, смотрите. Нажали разочек и идем. У нас Фантом набегает. Все простенько. Смотрите. И далее, что нам нужно знать. А также улучшается КД. 16, 12, 8, 4 секунды. Также способность урубается сельверухами. Да, это все, в принципе, понятно. Как-то пассивка. И, конечно же, есть прикольные механики в рутах. Что этот персонаж у нас может просто в руте куда-нибудь побежать. И вот так вот и все равно остается как бы в глыбе льда. Это очень прикольно. Также там в медведя руте, в тренда руте он может это все делать. Ну и, конечно же, конечно же, как же мы без обзора этой способности во время того, как у нас кто-то стоит в лоу-граунде, а мы находимся на хай-граунде. Нашему Фантому не составит труда просто спуститься с хай-граунда. Также на... С лоу-граунда на хэ-гэ мы можем забежать, но тут был бы вижен, мы бы все сделали. И, конечно же, реально это очень круто. Данная способность позволяет нам все игнорировать. Деревья, абсолютно все моменты нам позволяет тупо игнорить. Мы даже отсюда в рошпит можем забежать, если тут будет вижен. Правда, нужно бы деревица срубить, вот это деревце и побежали. Потому что не хватит расстояния. Ну и, в принципе, по данной способности это все, братцы. Но есть еще тема. Вы помните, наверное, фишки, которые я писал, где у нас Фантом бежал за Ксином, который улетел домой. И есть от этого специальное решение. Мы, к сожалению, не можем отменить атаку, когда совершаем набег. То есть, как отменить атаку? Отменить этот набег мы не можем. То есть, если мы уже бежим, то все, мы уже бесконтрольные. И тут есть такое время вот этого бесконтроля. 5 секунд дается на то, чтобы отменилась данная способность. Я думаю, это более чем достаточное время. Но, как я помню в тесте, у нас персонаж отсюда вот досюда добегал просто с 800 МС за персонажем, который уже улетел на базу. Ну и, в принципе, по данной способности все. Просто пассивка, которая позволяет иллюзиям и тебе самому набежать вот так вот на героя со скоростью 800 МС. И, конечно же, начать лупасить. При этом у нас свое расстояние. И, конечно же, в свое время перезарядки данной способности. Ну и, в принципе, все. Поехали далее. Ну что, братцы, переходим уже к ультимейту. Ультимейт у нас очень простенький на фантоме. Раньше, если фантому ультимейт был даже вот эта иконка, они поменяли местами эти иконки. И, конечно же, раньше у ультимейта было намного круче, все давало мэджик сопротивления. Но сейчас это просто иллюзии, которые, в принципе, не сильно дамажат. Да и, в принципе, они очень слабенькие. Но, я не знаю, как бы, герой есть герой, поэтому обозреваем. Братцы, смотрите. По уровням прокачки тут все просто. У нас тут улучшается на нашем ультимейте количество иллюзий и шанс создания данную иллюзию. Одна иллюзия у нас будет наносить 16% урона. При этом получает каждая из этих иллюзий 500% урона. Также у нас еще шанс у иллюзий создать иллюзию. 8% шанса. И, конечно же, эта иллюзия будет очень-очень слабенькая. Длительность иллюзии у нас также будет разная. Если персонаж создает иллюзию, то 8 секунд она идет. Если у нас создает иллюзию иллюзия, то 4 секунды будет данная иллюзия идти. Прокачиваем ультимейт. У нас появляется такой вот статус. И, конечно же, этот статус может быть отключен Сильверейджем. Я думаю, вы смотрели прошлые фишки. И, конечно же, переходим к созданию наших иллюзий. Достаточно просто делать такой триггер. Типа мы бьем героя и, конечно же, эти иллюзии сразу же появляются. И при этом иллюзии эти начинают атаковать сразу же оппонента, который заставлял их триггериться. То есть, кого мы били, кого мы били, на том и будут эти иллюзии появляться. Очень прикольная тема. Нам нужно просто немного замахиваться. Это такая фишка, о которой я, так сказать, говорю сейчас. И, конечно же, у нас появляются такие иллюзии. Вот, появилась у нас иллюзия от иллюзий. Она очень такая слабенькая и быстро пропала. Но и максимальное количество иллюзий, я уже говорил, 5, 7 и 9 иллюзий можно будет создавать. Конечно же. Но вот, как бы, тут такая тема. Если создает иллюзия еще иллюзию, то эта иллюзия, конечно же, не считается в счет. И уже будет не 9, а 10 иллюзий и один нормальный наш персонаж. Ну и, конечно же, самое интересное, что у нас тут еще есть, о том, что я говорил, что эти иллюзии, вот мы их наплодили, мы их можем сдопили. Передвинуть у нас тут огромное количество иллюзий появилось. И все, вот это вот, все вместе. И, конечно же, есть вот такая вот тема. Видели, фантомы все у нас закидывают вот этот эффект от, так сказать, нашего копья. И я считаю, что это очень прикольно и позволяет запутать оппонентов по максимуму. То есть мы можем сделать вот так вот. Оп, прыгнули и закидываем копье. Но видно, конечно же, герой, да, повернулся. А у них как-то анимация, она немного такая. Но это я вижу же, как, так сказать, незамыленным глазом. И, конечно же, вот вроде вот такой вот у нас ультимейт. Да и, в принципе, все тут, блин. Просто создание иллюзий с определенным шансом. И, конечно же, это все, братцы. Имеем 40%, 45% и 50% шанс создать определенное количество иллюзий. Иллюзии живут недолго. Как помните, иллюзии можно было послать просто по одной линии, а не там игру до трона заканчивали. Тут, к сожалению, уже этот фантом так не работает. Мы должны подходить и душить линию и аккуратненько идти и подпушивать. Эта способность у нас триггерится только от вардов, от персонажей, от крипов, от лесных крипов, допустим. Но не триггерится от товаров. Конечно же, это было бы имбалансно, потому что мы тогда бы пушили просто как звери. И все, в принципе, и все. Данная способность очень, я считаю, полезная. Но ею можно пушить линию, поэтому я иногда, даже если я смотрю, если нет нужды прокачивать ультимейт на ранней стадии, то я раскачаю там допель и, конечно же, спирит лэнс и будем душить. Очень прикольно, очень прикольно, братцы. В общем, хочу вам пожелать приятного просмотра данной способности, говорю, данной игры. Не знаю, попробуй что-нибудь прикольное сделать. Фантома шестислотового одеть, какие-нибудь лейтгейм игры. Попробую сделать. Ну и, конечно же, не знаю, фаниться, наверное, не будем, потому что этот герой, ну, в принципе, не подходит для какого-то фана, там, догонов и тому прочее. Но, может быть, что-нибудь интересное придумаем. В общем, братцы, всем спасибо, кто смотрит. Вот такой вот у нас сегодня персонаж был на обзоре. Очень простенькие иллюзии. Все вот эта вся тема. Этот персонаж настоящий иллюзионист, поэтому против него заходят всякие сплэшеры, там, ЕС и прочая всякая тема. Пожелаю вам, конечно же, приятного просмотра и спасибо, что смотрите видосы и подписывайтесь на канал. Все, поехали смотреть геймплей. Так, ну что, ребятки. Готовы увидеть кошерный гамплей. Гамплей. На Огуре, да? Огур, Марита, Мега Анна, Лесной Казанова и знаете кто? Не догадайтесь никогда. Я даже подготовился. Послушайте это. Азри. Азри. Это имя героя. Но. Азурейт. Азурейт. Наш персонаж называется Азурейт. Именно поэтому мы берем Азурейта, берем обязательно топорик, берем колечко уплотнительное, специально, чтобы нам его не порвали. И, конечно же, хилочку и маночку. Вообще, нужно идти изи-лайн всегда на таких персонажах. Но я пойду в хардлайн для того, чтобы запутать наших оппонентов. Не забываем эту тему. И сразу берусь жесточайший контрпик. Это Иртшейкер. Иртшейкер это самый жесткий контрпик против данного героя, ребят. Ну, а так, по мелочи, кто его еще очень сильно контрит? В принципе, Свен очень сильно контрит. Но мы сможем это все перебороть. Сможем. Мы же Азурейты. Азурейт. Ходите еще раз. Я хочу. Азурейт. Азурейт. Вот и все. Азри. Азри или Марита. 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 А вот Марита намного приятнее звучит. Марита или Азурейт. Так, ну и что? Вообще, желательно для Фантома нужно какой-нибудь, нужно какой-нибудь саппортик. Очень простенький. Через что мы тут пойдем? Скорее всего, пойдем через Транквил. Фантом у нас слабенький. Он такой, у него мало хитпоинтиков. Он такой, знаете, на него плюнешь, дунешь, он бедный умирает. И все. То есть, такой вот героичек. Но ничего страшного, мы это все переборем. Будем раскачивать. Посмотрим, как. Если нас будут душить, конечно же, будем качать через Допель. Если не будут душить, то будем качать 1-3 на разочек Допель. Или тут, в принципе... Что тут у нас диспейлить? Да диспейлить, в принципе, нечего. Но промах, скорее всего, должны будем задиспейлить. Но ничего себе страшного, так сказать. У нас остались 1 на 1, ребята. Решается, кто кого перепикает. Думаю, до сих пор. Азурейт. На мид мы, конечно же, не пойдем. У нас Фантом. Это не персонаж центральной линии. Азурейт. И все. И все, ребятки. Так что будем сейчас душить. Посмотрим, насколько у нас все будет круто. ХФ, да. ХФ желает нам Дотка. Я чувствую, что будет ХФ. Так, тролльчик у нас в ближнем бою идет. Ага, азурейт. Так, ну тут их трое. Вот это уже страшно. Азурейт. Ну, рисковать, Допелем туда залетать и, скорее всего, умереть. Ребят, я не намерен, реально. Не намерен. К сожалению, эту руну мы поддаем. Ребенчик мид пойдет, да? Слайз, ринг, вардиан. Вот, слайз, ринг, вардиан. Вот это, конечно, страшно. Но еще страшнее это баратрум, который всегда подсветит. Если он до драки на вас бежал уже, то это ГГ. Потому что, скорее всего, он на вас тупо будет бежать. И, конечно же, будет вас палить все это время. Очень жесткий контроль. Так что, вот так вот. Ну, вообще, в принципе, ест нам, не страшен. Немного времени, и мы его задушим. Вертик собирается ластхитовать тут. Но мы же азурейты. Мы просто так не дадим фарм. Азурейт. Добивать на нем одно удовольствие. Не знаю, как вам, а мне... Прям азурейт мне очень нравится. У него... Блин, раньше этот герой был метовым. Сейчас это не метовый герой. Ребят, напоминаю, что такое мета. Это актуальность данного персонажа в определенном игровом, так сказать, патче. Конкретно вот сейчас патч 85. И, соответственно, здесь этот персонаж не актуален. Как и на 83-й карте. А вот ниже 83-й карты был, когда патч. Наш персонаж имел 4 левела. Ой, 4 левела. 4, блин, ловкости за уровень. Вы представляете, что это такое? Это просто азурейт. 4 лев... 4 ловкости за 1 уровень. Это было просто нечто. У него в конце в лейте около 150 своего урона было. И это делало азурейта еще сильнее. Азурейт. Будем его называть азурейт. Ведь вы сами слышали. Эзри. Или эзри. Или азурейт. Но азурейт, это как марита. Поэтому будем называть его азурейт. Он аруинен. Криповый, блин. Не руинь, брат. Не руинь мне крипов, брат. Вот так напишем. Чтобы парнишка не обижался. Азурейт. Берем транквил. И будем делать, конечно же, уплотнительное колечко. Аквилочку. Вообще, аквилка, диффуза. И типа, ну, блин. Азурейт. Я сам себе крипа заруинил. Окей. Может, он будет кармить? Интересно или нет. Хорошо. Добиваем крипа. Это хорошо. Это хорошо. Ничего страшного. Мана у нас набирается, ребят. Поэтому один разочек можно спелл кинуть крипочка. Это ничего страшного, ребят. Реально. Вот. Уж поверьте. То есть, это наоборот, нам на пользу. Все равно мана у нас стоит. Надо, чтобы мана постоянно регенилась. В третьем левеле можно будет сдушить. Иногда манга я ему беру. С манга очень хорошо. Тем, что есть возможность еще атаковать. Типа вот, ну, маны у вас по-любому не будет хватать. Потому что фантом такой. У него, блин, у него маны ни хрена нету. О, гоу, душить. Спеллим. А сейчас бы мне манку. Я бы, скорее всего, убил бы гиршойкера. Файдолы. Отлично. 24 маны. Поехали. Одна ман. Хорошо. Плохо. Юри анделоктор. А ты умрешь. Азурей. За фиде. За фижина. Надо мангусик, ребятки. Мангусик. А курочки нету? Ну ладно. Выкидываем транквилл, чтобы он у нас не сбился. Аккуратно отходим. Аккуратно подбираем. И все. Возьмем третий в разочек. И ждем. Чуть подрегенимся. И все будет пушечкой. Пока не будем танчивать. Сильно. Там ката есть. Тем более, вообще не паримся. Уже, смотрите, сколько хп зарегенил. Азурейт. Эзри. Вообще, Эзри. Будем называть его. Все, и почти фулл хп. Ля, поливает. Извращенца. Ладно, гоу хилочку. Эзри. С хилочкой нам тоже хорошо. Он ест, слиться. Ест, конечно, злой персонаж. Прям у него... Говорит вот так. Туак, крипа, пластхиссари. Надо стечок тут взять, блин. Прям очень хочется. Очень хочется стечок взять. Не хватает немного урона. Очень страшно. Давайте кур возьмем. Так, гостечок. Мангусик. Все, мы живем. Есть баг неприятный с этим третьим спеллом, конечно. Ну, как я и говорил уже. Типа, блин. Он неуправляемый персонаж становится, рили. Кайтить не будем тут. Не-не-не-не-не, брата. Да, не вариант. Скорее бы уже пришел мне артефакт мой. Хорошо. Не будем сливать, блин. Не хп, а не маны. Нет, тем более сейчас пятый левел почти. На пятом левеле будем задрачивать их. Азурейд. Давайте здесь подготовим ловушечку. Смотри, Азурейд что делает. Есть Ерсбруйкович. Ля, какая крыса. Оп, промах. Оп, и поехала. Оп, готовчинка. О, еще парнишка. А давайте его тоже убьем. Азурейд. Можно одну иллюзию выделить. О, так я главным героем не выделенный. Лол. Азурейд. Вот так вот на Азурейде. Весело плейть. Все, крипчиков тут закипишуем, закипишуем, зафармим крипчиков. Ребята, иногда полезно делать Володьку на данного персонажа. Но я не знаю, в этой картке буду делать или нет. Я хочу сделать сначала, конечно же, аквилу, с помощью которой мы сможем тушить. Чтобы моноригенчик был, знаете, такой, ну вот эти все дела. И пока вот тут вот стоим, можно... Вот мне чем нравится на топе стоять для керри. Для керри удобно на топе стоять, потому что можно сделать вот так вот. Просто пока линия запущена, мы можем аккуратненько вот тут подфармить вот эту тему. Как вам фишечка эта? Так что... Так вот и живем. Пока крипчики у нас идут, мы аккуратненько тут подфармим. Плюс оппонентов оставляем без экспириенс. И быстренько сейчас этого вилткина запинаем. Но, по идее, нас не прогонят. Не, прогоняют, да, нас отсюда? Азурейд. Ну, Азурейд очень быстро, и Азурейд умеет быстро двигаться. Дай мне вот этого пацана. Хурион молодец, активно сыграл. Азурейд прям. Так, ну и что ж. Самая интересная тема это... Стак... Нашего ультимайтовича. На Азурейте. Выкладываю Транквилл, поднимаю. И ластхичу. Отлично. И он куловый Транквилл. Опа, отменяем атаки и просто... У нас иллюзии появляются как песчины. Азурейд. Сбили мне манку. Нанизу прям страшная линия Леорики. Ой, Леорик, кстати, это жесткий. Не контрпикап. А что у меня четыре героя на линии? Я что, пойду? Минт тогда пофармлю. Что делать? Азурейд. Я пошел, пацаны, давайте. Азурейд. Хреново на этом персонаже переагривать, реально. Оп. Ладно, аккуратно Транквильчик выкладываем. И поднимаем. Желательно иллюзии, которые появились, направить на противника. И все. И азурейд у нас работает. Пойдем на рунку сбегаем. Ничего страшного, что мы бросили линию. На этой карте вообще важно постоянное перемещение. Не забывайте, конечно же, тоже пофармить крипчиков, но тем не менее. На этой карте, ну, фармить тупо крипов, а ФК это непрофитно, ребят. Поэтому Фантому что первым айтемом делаем? Конечно же, сделаем диффуз. И начнем всяких хускаров нагинать там. Всяких Леориков. И все. На этом их игра закончится. Фантом на бустах, это очень страшно, ребят. Я вам отвечаю. Эй, азурейд. О, побьем его. Я даже не думал, что я его так сильно убью. Типа, ну, кузе. Оставляем франквильчик. Давайте третий возьмем, наверное. С третьим сможем двигаться активно. Азурейд. Берем, конечно же, один Алакрити. И аккуратненько можно подфармливать какие-нибудь споты. Тут на низу прям атака жесткая. Походу, там сделают минусов. Делаются у нас там клинкинг спри. Посмотрите, так. Настакиваем иллюзии. Отходим, чтобы иллюзии приняли дэмэдж. Или можно даже, в принципе, так переагрить. Нажимая на своего атаку. И, конечно же, азурейд. Вот так вот. Немного подстакаем иллюзии еще. Хорошо. Все, возвращаемся на линию крипчики. Как раз мы прогуляли сколько? Три крипа, да? Прогуляли. Но, в принципе, в минусе. Но, тем не менее, мы безопасно пофармили. Оп, хорошо. Гоу мид толкнем. Потому что у нас ребята там дерутся. А мы должны в это время пушить. Смотрим на карту. Если на карте у нас есть оппоненты. Вот здесь вот, типа, ну... Профити, конечно же, идти и двигаться по какой-нибудь линии. И пушить ее, конечно же. А не просто стоять. Лисочек АФК долбит. Сейчас Тавр нас бить будет. Но мы не поддадимся. Все, давайте стакаем иллюзии здесь. Оп, хорошо. И можно тут аккуратно стоять. Третий возьмем в троечку. И будем допеля раскачивать, ребят. У нас скоро будет дифуз. Когда есть дифуз, желательно, чтобы был третий спелл раскачан хорошо. Тогда будет максимальный импакт. Все, и ломаем Тавр. Размениваемся. Второй Алакрити берем. Все же знают, как дифуз, братцы, собирается. Я очень рад, что у меня есть подписчики, которые учатся. Которые благодарят за то, что они учатся, так сказать, правильным геймплеем. Никаким там на мид, там и тому подобное. У меня очень часто просят фланговые стороны писать на гайдах. Но вы же поймите, что большинство героев, они рели, рели подходят, ну, как и на мид, так и на фланговые какие-то стороны. Но, конечно же, большинство игр я исполняю на центральной линии. Потому что, как правило, оппоненты слабее, чем я здесь на этих играх. Я не скажу, что я там оверсильный игрок. Просто он тут уровень игры такой. Ну, что там, тролльчик у нас, да? У нас есть мангусик. Мы сможем с мангусиком задушить тролля. В принципе, на изи. Ага, тролльчик заднюю дал. Тогда мы фармливаем тут. Фармливаем. От Слардара, конечно, манту, скорее всего, придется делать. Блин, там еще и есик. Нет, плохо. Чет, почти диффуз есть. Добиваем и. Добиваем и. Хорошо, берем допеля. Сейчас в допеля выйдем. Там кто-то был, да? Почти есть диффузик, парни. И. Пират. Я дальше не пойду. Диффузик дофармить надо. Ну, третий все равно взяли. Все. Нормально просить надо, а не так, что, эй, ты, кончение там, поставь. Это неправильно. Будьте вы людьми. Сколько маны. Не будем сильно фариться. Курен поставит. Хорошо. Пладим иллюзии. Запушим линию. Оу. Ой, я запутался в контроле. Страшно, убьем так. Хорошо. Диффузом сняли сразу с себя амплификацию, чтобы не умереть быстро. И тогда все гуд. Тогда все гуд, братцы. Какого иллюзии плодить. Жалко, что я лоу хаповый, но ничего страшного, заберем. О, хорошо. Отлично. Так, внестом яшку, конечно же, возьмем. Мы не будем брать, ребят, соль ринг, но иногда соль ринг на данном персонаже хороший. Ребят, и настоятельно рекомендую вам. Никакой гайд. Ну, вот реально, берите, знаете как вот. Вот нечего делать. Возьми ты, блин. Ну, сядь. Набери там печенюшек, чайков там такого. И сиди, кайфуй. Смотри. Качественный геймплей. Правильный геймплей. И все. То есть не нужно, блин, не нужно парню перематывать там стрима. Ну, мне на самом деле не хочется его атаковать, пока он не сольет. Хорошо. Папа, отлично. Эх. Че дифус? Слишком быстрый. Слишком быстрый. Не возвращается. Мы можем вот так сделать. Остановим ману и можем его забрать. Я его убью, Соло. Соло я его убью. Пусть только нападет. Он здесь стоит где-то. Он не уходил. Попробуем на иллюзию забайтить. Правда, они недолго так живут, блин. Иллюзия. Повелся, парень. ЕС нам иду. Уй, на ЕС атаку. Идет, да? А, это тролль. Тролль, конечно, может проблемы вызывать нам в лейтгейме. Да как, блин. Вообще, если настоящая фантома находит, это плохо очень. Кайтим. И нападаем дальше. Так, 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 видишь, видишь, видишь. Эх, видишь, не хватило немного. Он уйдет, скорее всего. Как я его отпустил, не знаю. Да. Я его отпустил по-лоховски. Надо было диффуз сжать. Не хочется иной раз диффуза просто так жмакать. Потому что такое диффуза, это святое. Река есть, гоу, Яшко. Вардик, срубаем с тропорика. Поехали. Гоу, нападай, 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 нападай. Убьем, 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 брат. Ману, высосу все. Даже так. Хорош. Хорош. Так, Яшко есть у нас. Гоу. Есик фармит свой даггер. Слардарчик где-то тоже бегает. Ага, вон он. Лего там дает. Лего там дает. Хорошо. Азури. Не очень хочется тут стоять, поэтому давайте нырнем в лесочек. Тут подфармим. У нас как-никак тут ферма. Можем фармить, как и все. Азури. Что, за байтим? Как на иллюзии. Взорвал ее сразу же. Азури. Взорвал эту иллюзию сразу же. О, но тут слишком страшно будет. Слардар прыгнет, ггш какой. Может, конечно, попробовать подраться, но не очень хотелось. Азури. О, найс. Души его. Душим всех. Души моего. Задушина. Да, как задушина. Приплкил, гао манта. Манта, это хорошо. Просаем транквил и бьем крипов. Бессмертный фантом ланса. Азури. Надо пуш. Понятно, где он надо пуш. Хлорик пришел. Вон, оплодим иллюзии и направим. Хлорик. Просто иллюзии убивает. Знаете почему? Потому что иллюзии наносят дополнительный урон еще с диффузика. Это очень круто. Пока писал, убили. Я даже его не трогал. Там иллюзии просто задушили. Копиями. Ну и все. В принципе, мы сейчас очень заряжены. Мы можем игру заканчить, братцы. Азури. ЕСа бы убивать. ЕС, если возьмет... Если возьмет даггер и... Аганин. Это конечное. Он меня просто уничтожает будет. Два эха тайма. Просто жесть, как сносить меня будет. Так, оставляем. Тут иллюзии сами справятся. Пойду Азури-то убью. Пойду Фускара убью. Крипчиков. Большого. Жирный. Что же мне стало стелить? Не в невежах. Невежда. Невежда это не очень. А невежа это невежливый человек. Что там за драк? Какого драться? Да там тролль троллирует. Смотрите. Свардары еще там. Эх, ца кайтил. Ну, ЕС, а убью. Ой, ЕС, Свардара. Хорошо. Точно. Дайте ультру. Я мужчина. И сюда. Дайте ультру. Не плохо. Не плохо. Теперь ты. Да? Неплохо. Скади можно сделать еще. Или башер. Что-нибудь такое страшное. А кто у них там пятый не умер? А, Фускара же не было. Да, ну это жестко. Блин, ЕС, конечно, контрит по-страшному. Можно вообще линьку сделать против Свардара. Но, блин. Такое. Даже манта есть. Слишком много артефактов, каких уже ненужных будет. Не плохо, не плохо. Now you. Так, go тогда. У нас есть 4К. Скади хочется сделать, братцы. Не знаю, как вы. А я хочу Скади сделать. Брёну, гг. Я бегу, брат. И одного уводим. Типа, ой-ой-ой. Это, кажется, гг будет. Печалька. Скади решит вопрос. Или башер можно сделать. Пока я не купил, можно башер купить. А как у башер купил? Надо было драться. Там ЕС меня просто напугал. Видели, как она, да? Ну, ошибка. Ошибка. Безусловно, каждая смерть это ошибка. Ну, ошибся я. Я ошибся. Я ошибся. Нужно было попытаться как-то обмануть, что ли. Обмануть, что ли, как-то попытаться. Я сразу героя начал уводить. Так что, скорее всего, я тут виноват. Так, ну это хорошо. Обисал. Сейчас будет. Кстати, я заметил, не лагает. Я сегодня стримил, лагало по-страшному. Не лагает, не лагает. Не лагает, не лагает. Так, есть башер. Вместо топорика и стечок продадим. Лего без БМА, конечно, это плохо. Хорош, задушил. Ну, умрет Хускар, тут шансов у него нет. А, ну так задушат. Так задушат, лордарчик пришел. Че у нас два афокадо? Человек. Подлагал, походу, фуриончик. Очень хочу лордарсейдж сделать ему. Раньше у фантома второй спот был классный. Прям пушечный. У меня дефу закончились еще даже. Лад, я дал уже лад. Лад не помогает все равно. Так, ну что. Транквилл потом поменяем на тревел. Возьмем, скорее всего, скади. Еще что-нибудь. Может, сатаник какой-нибудь. И все, будем душить. Должно всего хватить. Вообще, сейчас с башером мы очень сильные. Мы просто оверсильные. И ЕС только будет контрить по-страшному. Гоу, ЕС. Хейтить. ЕС, а хейтить, гоу. Хорошо. Развели. По-моему, тут вард стоит. Давай, бро. Работаем. Вард, по-моему, в лесу стоит. Я могу с хайграунда спрыгнуть. Я просто игнорирую хайграунды и просто перевоплощаюсь в убийцу. ЕС меня может, конечно, сдуть. ЕС меня может сдуть. Ну, ничего страшного. Так. На топе Льорик. Льорик. Льорика. Льорика. Азурит. 9 секунд. КД. Вельки. 86, 5, 4. Уже есть, по идее. Отойду. Топорик можно продать, братцы. Давайте топорчику возьмем просто. Пока побегаем. Нужно подрегениться. Зачем тебе ванта, если не юзаешь, да? Это как обычно спрашивают. Выкинем этот сапожок. Убьем крипов. Что, на самом деле, иллюзию очень сильно дамажит. Казалось бы, маленький процент. Дэмэджи, но... Так, хорошо. Азурит. Если на низу на друбы напаст, нападет, то... Я помогу. Хорошо. Лучив. Хотя фьеса хорошо лотар будет. Ну. Так вот сделаем. Найс. Хорошо. А он эхо дал в иллюзии. Молодец. Эхо дал в иллюзии, это молодец. С кариус. О, подеремся. Убью его на изи. Парень запутался. Не забывайте, ребят, подписываться на ютуб канал, чтобы не пропускать гайды. Чтобы видеть их первыми, а не просто находить, где-то искать. Буду рад каждому. Кто подписывается. Так, ну что, пол с кайди есть. Пол с кайди есть. Пол с кайди есть. Так, окей. Поехали. Прогуляемся на низ, наверное, да? О, ес. Ес идет, там и славдал. У меня немного хп, но тем не менее. Хорошо. Просто зарезал. Боже. Мансер. Да. Что, с кайди есть, парни? Сори. Сори, бро. Азурит. Чтем, пощтем. Азурит. Азурит. И не хватает копеечек. Хорошо, подождем. Чтем. Хорошо. С кайди есть, можно поесть. Отлично. Есть с кайди. 2600 хитпайнтов-то очень много. Хорошо. Это как помню, чел мне тоже обещал. И там я тебе там подписки дам. Подписки дам. У меня подписчиков, в принципе, хватает. Спасибо каждому, кто поддерживает, подписывается. Стой. Капешка. Фэф написал. Ну, такая, ребят, изичная первая каточка. Надеюсь, вторая катка будет прям овер-жесткая. Я постараюсь сделать ее максимально агрессивной. Next катка. Эта катка очень агрессивная была. Куренчик, молодец. Источный руб хорошо сыграл, в принципе. Все молодцы. Лего много пишет. Кто-то еще синий, кто... А, было на руб один раз, написал. Очень некрасиво фурион. Красиво, конечно, так общаться. Но, что поделать? У ребят такая стилистика общения, я не знаю. Так неправильно. Мне по кайфу, когда вот. Вот как сейчас идет, игра вообще мне в кайф ридом. Не знаю. Как вам? О, фурион забрался и хрипп, печалька. Не знаю, я ссыкую заходить на хайграунд соло, потому что ребята не поддержат, а умирать я не хочу. Надо от минусов заходить. Минусы будут, зайдем. Скайди, я сюда бисолду выфармить еще. Можно делать транквилл слоу ринг, такими айтемами душить. Ох, Ускар не выиграет его. Басы, ты вопрос, легион. Потому что легион очень много дэмэджа. Азурит. Иллюзия справится. Хорошо. Азурит. Ломаем сторону нафиг. А, не даю сломать. КГ. Задушина. КГ-шка. Первая каточка, ребят, такая прям задушина на еди. Ну так что, братцы, пошла на старая каточка. Каточка 2. Как лаев. Юнги мастери. Молодцы. Так, ну что, братцы. Ой-ой-ой-ой-ой, лего, кстати, тоже хороший контур. Кого хочешь, бери. Так он хорошо сплеишь. Куда меня скинул? Это ТБ. О, я скидывал. ТБ. Кого я там скидывал. Так, ну что, братцы. Не будем отвлекаться на глупый чат. Берем фантома. К сожалению, у нас тут неприятные герои, а именно Баратрум и Тумчик, в принципе, и Лего. Очень неприятный герой против нас. Но, 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 но. Берем агрессивный билд. Мурлок Найт Краблер еще до кучки. Ну, посмотрим, что мы им противопоставим. Фантом очень сильный герой. Пробуем задушить. Не очень хочется, блин, стоять АФК на линии. Конечно, такое себе. Тяжелые герои там. Очень тяжелые герои. Да, ничего страшного. Задушим, задушим. Возьмем диффуз. Пойдем начнем что-то делать агрессивное. Скорее всего, возьмем Лотар. Я хочу взять Лотар, взять Сильверуху и отрубать пассивки. С Ларка, в принципе, я буду овнить. Другие герои буду тоже овнить. О, мяско. Мяско. Зачем тогда Лего тебя? Лего меня. Затем. Отвечу так же. Не понимаю, что он хочет. Так, поссорим, что у нас тут. ПТ-шка, в ПТ-шку. В ПТ-шку не очень хочется уходить. О, у меня тут фермер будет на линии. ПТ-шка, тревел бы. Вообще, тревела классная вещь на данного героя. Прям хорошо. ПТ-шка, я не люблю, когда блочишь, и тебя начинают блочить. И ты начинаешь блочиться и не можешь нормально контролировать блок крипов. Неправильно. Блочить должен кто-то один. Так, ну что, ладно. Начинаем. Линия вроде такая пассивная будет тут. Соревновашки, называется, будут у нас тут с Хускаром. Все, переключился он на деда. Дед это прикрепочек. Пушит линию, конечно, парень. Считаю, что он делает неправильно. Опа-ча. Разминаем пацанов. Хускар, все, пошел. Пошел, Хускар, работай. Оп. Оп. Фармит. Так я фармлю, лол. Я так и так фармил бы, братан. Фармли, братан. Гол, наверное, что, третье возьмем? И душем. Третий. Оу, сдох, Хуск, походу, да? Сдох, Хускар. Набара умрет тоже, по идее. Понимаю. Что там у тебя? О, у меня герой останавливается. Боже. Тут, блин, вот жалко, что нету. Тут нескольких моментов. Таких нету индикатора. Нету индикатора на третий спелл, когда он у тебя откадешится. Чтобы не идти, не тыкать в неведомую хрень, когда он тебе откатится. Хорош. И ливнул. Ладно. Очень страшно. Заберем сапог с него. Хорош. Хорош, говорит. Ничего страшного. Берем транквил, короче, пофиг. Две ветки заберем с него. Чел. Зашел, написал, хороший вышелся. Молодец. Я манго так просадил. Печаль. Ладно. Плеим дальше. Что делать? Дай на бежать на тебя. И дает. Постояние маленькое. Так бы в таверну. Отлично было бы отдушить. Играем против контрпиков. На самом деле, только ЕСа не хватает. И хорошо, что ЕСа нет. О, ясно бежит уже. С ним драться не очень хочется, блин. Я хочу армить. Крипа в хрен переагришь. В данном персонаже. И кайфы. Конечно. Очень тяжело крипы переагриваются на Фантоме. Надо подходить на 300 ближе. Только тогда получится. И агр. Потому что ты хочешь от меня. Еще давай от нас. Промахиваешься. Гаустик. Кому мы его сейчас убьем. Пару этого. Достал. Это все. Что-то хочет Бара. Не знает, что хочет. Так, ладно. Фармируем нормально. Берем допеля. Взял я просто. Думал агрессивно. Будем стоять. Взял третий, чтобы зарашить. В случае важный, в нужный случай. Но получается, что, видимо, это было зря. Соул не хочу делать. Хорошо. Отлично. Транквил откодешился. Обычно аквилку, ребятки. Пойдем. Катка будет тяжелая. Нас четверо. Походу будет пот. Добиваем. Отлично. Не генимся. По аквилам нужно, ребят, поаккуратнее быть. Потому что могут забрать. Это будет точным, а плохо. Хорошо. Куру несут. Блин, жалко. Я без куры остаюсь. В принципе, я тут на фул фри могу стоять. Найс переагрил. Мы его не убьем, у меня нет потопки. Плюс маны не хватит. Ну, я мог заблочить. Я не думал, что он будет так агрессивно отыгрывать. Не уверена, я себя чувствую на этой линии. Не знаю, мне бы так чисто пофармить. Афк. Немножко. Приодеться. Ну, ошибка на самом деле. Я сейчас упустил сларк. Но я не хотел его атаковать. Там единственное, если бы он ошибся, прыжок в меня в сандил. Но я не думал, что трал будет до конца. Не думал. А вот не думал. Так, С, А. Боже. Секунду. А, все, понял. Нифига не пойму, что с курей. Подождите. Мне нужна цирклетка. Цирклетка, РБ. Вот так вот надо. Пофиг мне, это на этого бару. Груза байтю. За Чехия. Хорошо. А, переаграм. Нормально, раскатили. Ультимейт не буду брать. Хотя, хотя сейчас аквила уже есть, возьму. Ультимейт возьму. Есть аквила уже. Сейчас аквилой будем. Кушать. Нормально. Некстом диффуз, конечно же. Куру возьми, пожалуйста. Хорошо. Безонько иллюзии наплодили. И душим. Тэшку. Да что с курой, дайте куру, я же сибири юзнул. Блин. Вот отсюда она развернулась, обратно полетела. Кто так, блин, издевается кто-то. Извращенцы. Я бы уже спушил этот тавр сейчас, потому что армора у крипов нету. А так, кто тут иллюзия. Ура, куры долетела. Самое офигенное, это можно блочить иллюзиями вот так вот споты и крип скипать. Как споты, блин. Крипов вот так вот блочить. Все будет огонь. А что, цирклетка не моя, что ли? А, так веткиш не мои. Понял, надо выкладывать. Окей, вот так вот делаем. Веткиш не мои, поэтому так сложилось плохо. Хорошо, вот идем. 2к есть, это почти диффуз. С диффузом начнем активно душить. Рубик, рубик. Пилу оффи. Поехали. Страл саппортит нам. Тут просто загрызли. Отлично. Что, я пошел дальше на топ, наверное. Я вот здесь вот эти два кемпа буду пылесосить. Все будет хорошо. Как раз у меня айтемы сейчас придут еще. Топ линия пока подпушатся обратно. И нормально. Хускар, конечно, прикольный. Давай, молодец, молодец. Оп, илевая. Прикольно. Фурбалгов не люблю. Клэпают. Страшно. Хорошо. Все, поехали. Фермить. Что, может... Блин, фантом раш, в принципе, можно раскачать. Потому что у нас уже скоро диффуз будет. Скоро диффуз будет. Отлично. Почти есть диффуз. Хорошо. 450 копеечек до диффуз. До диффуза. До диффуза. Люблю фантома, потому что у него, блин, и анимация. Вот я уже говорил, повторяюсь, просто, ну, реально, анимация атаки просто божественная. Я не знаю. Так, кручим аквилку. Аквилку включим. Ой-ой-ой. Ой, зачихался. Но топ ломаем пока, ребята. Топ ломаем пока там, ребят, душатся. Сдаем тут кучу иллюзий. Вот так вот иллюзии создали, можем от тавера их суицидить, в принципе. Чтобы они тавер дамажили. Они в совокупности все иллюзии дамажат, как я, в принципе. Хорошо, пойдет. Пойдет. Есть диффуз. Пойдет. Можно теперь душить. Теперь будем играть активно. Активно играм. У нас есть саппорт хороший, который нам помогает. Да, тоже подписчик попался. Но я обычно подписчиков все кикаю, но тут так получилось, что не уследил. Но это оказался хороший парень. Зачастую подписчики любят контрпикать и стримснайпить и прочую тему делать. Задушено. Хорошо. Оу, есть диффуза. Вот, отлично. Пуш. Можно вообще в атаку жесткую играть сейчас. Я могу тут иллюзии поблочить просто иллюзиями. Хорошо. Опа, там бэмчик. Что, задушим сейчас? И этого задушим. Легу сначала. Легу сначала. Хорошо. Оу. А, так его тоже можем убить. И фуза на него послевают просто и все. А на дум, походу. Ой, дум кинул на иллюзию. Раш, раскачиваем. Хорошо. Т2 и не пойду, Т2. Пойду. Отойдем. Прогуляемся по лесу. Порегенимся немножко. Пофарным. Ой, ну как обычно. Переагрись. Хорошо. Все, стоим, чилим. Чилим аккуратненько. Ну, есть трампильчик. Ватненький фантом, но а что поделать? Выкладываем. Спамим иллюзии. Оп, хорошо. Как раз забираем, отфармливаем. Оп, отлично. Добьют они поедину, должны добить. Хорошо. У меня уже 800 хп почти. Коу Орбу, наверное, купим. Панта тут нужна будет. Блин, ну там Легион, видите, тоже. Легион. Гоу, пофиг. Возьмем. Не, не нужно. Адам. Я фуловый. Я уже фуловый. Гоу, зайдем сюда. Парас, Ларк. Аккуратно. О, там весь ганг-отряд. Топель, КД. Гоу. Топель, КД. Сдох от карасива. И все. Раши раскачали. Нормально, че? Душим. Хорошо. Душим нормально. Так, че у нас там, Рубенчик, пармит. Можем леса сейчас смело пройтись, задушить все леса и все. Подходим, сейчас станчик будет. Хорошо. Че там, нанизу дум, да? Че там, нанизу файт-то будет, походу. Хорошо. Отлично. Просто фантом на ранней стадии. Он не умрет. Не умрет. У него там регена. Фантом на ранней стадии прям... Опа, на кого бежит? А пофиг, БМ задушим. Вайпер. Вайпер задушился. Жестко, конечно. Хорошо. Я пойду прогуляюсь. Прям меня секьюри жестко трал. Я не знаю, что делать с этой бедой. Хорошо. Давай-давай еще. Чтобы я не танчил. Иллюзии классно дамажит по тем, у кого есть мана. Когда ее еще могут сжечь. Бонусный урон. Сразу. Так, че там почти есть у нас. Манта стейл. Сларк. С плеймором. Мне только вижен и фантом раш применится. И догоняю. Ладно. Лесочек нырнул. Манта идет уже. Лотаридзе можно next им сделать. Отлично. Допики раскачиваем. Эх, жалко. Не знаю, гау. Раскайтим. Скиллы. Там у нас одна жирная иллюзия. Вон, зарядь сейчас не поведутся. О, скиллы пошли. Скиллы пошли. А, да выпусти меня отсюда, МБ. Вайпер встал, я не мог пройти. Драка началась, да? Гау драться. Рубика сразу контроль. Сларк отбегает. Где я? Это мой. Я дальше не пойду. Хорошо. Хорошо. Задушили. Отличненько. Ну, такая ультра. На самом деле, можно было лучшего результата добиться, но, как видите, просто начинается вот этот буст с диффузов. Это прям страшно выглядит. Все боятся этой темы. Снайперс видел. Линку хочу сделать от бары. Чтобы меня он не смог найти, да и лего там, в принципе. Давайте так и сделаем. Отлично. Прочитано. Так, пусть ребята воюют. Хорошо. Идет. Все, допеля раскачали. Сейчас будем просто неуязвимы. Блин, и лотар хочется сделать. С лотаром прям буду чувствовать неуязвимость. Передвижениях. Ладно. Топорик сейчас продадим. Надо на мид вылететь. У нас нет никого на миду. Дефить. Поехали. Сразу доперем, залетаем и поехала. Фармконтора. Отлично. Хорошо. Пойдет. Так, 2600 есть. Вообще фантома можно сейчас просто в Тараску и, в принципе, заканчить эту игру. И не тянуть ее даже вообще, в принципе. Ну, так же неинтересно. Хорошо. Второй вард поставим. Снайпер. Лукалист. Хорошо. И поехала. Фантом тоже, в принципе, относительно быстро фармит. Жесть там, пацаны. Не тащатся у них что-то. Блин, на топе фарм подходит. Давайте мид толкнем мы. На топе фарм. Сейчас посмотрим, что будем некстом собирать. Линку очень сильно хочется. Прям очень хочется. Байтим. Ой, сам байт кончился. Потому что у нас персонаж. Так, внизу там драка. Но справится они. Вайпер. Допустим. Парни тут задушат. Парни задушат. Я пойду на топе принимать. Не задушили там парня. У меня, наверное, есть ребята, которые задали бы вопрос, почему ты радиенс не берешь этому героя. Слушайте, ну на самом деле мета радиенса уже давно ушла. На этом персонаже ему было профитно собирать радиенс, когда иллюзии очень долго жили. Сейчас же эти иллюзии, они не живут такое большое количество времени, как раньше. Но можно по фану попробовать сделать старую мету. Вспомнить старую мету, да? Это назвать этот видос. Я даже вот сейчас как-то подумал, что действительно можно попробовать вспомнить старую мету с этим радиенсом. Старую мету. Можно старую мету. Тараска, да, Тараска. Закончим сразу же, но я хочу потянуть немного игру, чтобы в лейтгейме подраться. Чтобы показать, насколько фантом силен против всех. Так, есть у нас 16-й. Можно риллер-одиенс сделать, почему? Просто. Просто так. Гоу сделаем. Для контента. Для контента. Для контента можно сделать. Тем более, радиенс, в принципе, тут он метовый предмет. Сейчас я тут стакну. Поехали. И фуза скоро кончится. Панцер береда я возьму. Отлично. Транквилы есть. Истечок. Оп, хорошо. Лягкие и дурацкие айтемы. Рекур. Гоу на метод прайм доппелев. Доппельгангер. Пусть ребята там дефятся. Неактуально сейчас эта мета, но тем не менее, братцы. Просто старую мету вспомним, но она сейчас неактуальна, я сразу говорю. Сделал радиенс просто по фану. Опа, на кого бегут? На настоящие? О, а как они узнали, что это настоящие? Меня просто смыло. Так они откуда бару... А, бар, наверное, заранее уже бежал, да? Иллюзии доковыряют его. Вот так вот сделаем. Иллюзии доковыряют. Хорошо. Шансов просто нет у них. Шансов просто нет. Дефус 2 берем. Бара, видимо, уже бежал, потому что... Так, мне кажется, меня не нашли бы. Хорошо. Хорошо. Хорошо, оставляем иллюзии. Митт-шку. Тоже митт-шку подпушили. Сроденцем такое, ребят, честно. Чисто вспомнить старую мету. Вспомнить старую мету. Уу, цгг. Ну, я роденц вырубил. Файс, я красавчик. Сроденцем. 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 Убил. Файс, допель. Страшно вырубай. Успею. Успею. Успеваю. Пусть иллюзии дужат. Хорошо. Снайпер погибнет. Ха. Пайбэк. Бар. Ща будет бежать на тралла. Скорее всего. Лего щас как бахнет. Лия. Сзади Пузем, бро. Есть. Вайпер стиле рок. Вайпер стиле рок. Я маны не дулал. Сномана кончилась. КВ. Кел Тараско. Тараско. Старый билд соберем. Героям. Ну, так же, в принципе, играбельно, но... Играбельно. Вот так делаем и уходим. Ребята справятся. Тарал, отлично все делает. Безусловно. Понимаю. А, и Стараско есть. Жесть. Катка, конечно. Ждем, мана восполнится и поехали. Хочу рампагу-то. Хочу рампагу-фы. Было бы хорошо. Надо попробовать поподстилить немножко. Че еще можно добрать, да... Добрать, в принципе, этому персонажу сейчас. Ого. Так вот, делаем. Хорошо. Что-то брать можно. Не знаю, можно что-нибудь, типа, блин. Еще в жир, скади. Дамажный выход, а тем кб, там, тревел пересобрать. Моншарды докупить. Что тут, ты такая, видите, катка, шо? В принципе, заканчиваем игру. Катка, вот этого пацана. Трипл кейл. Дайте, блин, рампагу. Ты шо, извращенцы. Лад. Лад. Рампагу не дают. Прям, ну такое. Не дают рампашку. Пацаны. Тогда вот денемся сейчас и пойдем соло душить рампашки. Жесткая катка. Конечно. На езу, врезу. Вайпер, конечно, прямо на победку. А я что, не дал лад, что ли? Я аж давал латенс. Протам. Прикольный чел. Даю латенс. Толка нет. Надо. Да, блин, я под колодец пойду. Пофиг вообще. Я под колодцем сделаю это. Просто забрал. Забрал. Хе-хе. Забрал просто у пацанов. Так, го, бабочку. Бабочку сделаем. Еще один барак остался. Помучим пацанов. Хочу. Прям всю силу. Просто под колодец забежал и уничтожил их. Хорошо. Есть бабочка. Бабочка, бери. Мне не надо. Все, есть бабочка, сейчас будем душить. Поехали. У нас даже куры нет. Так ты же должен был купить. Ты же мидер. Как это по правилам. Одного КПТС должен мидер покупать. Тоже допили украл. Понимаю. Тоже там иллюзия, смотрите, что творят. Просто уничтожаем. Вот это вот называется бещеный фантом, братцы. Уничтожаем просто. А ты тоже подох. Жесть. Ребят, ну вот такая катка на фантоме. Секонд давай. Спасибо ребятам, кто тут душил в катке. Снайпер. Это верно. Так вот, получился у нас фантомчик заряженный. И в принципе, я думаю, вам более должно быть понятно, как на нем плейть. Нужно играть агрессивно. Если вот видите, что команда хорошая. Прям вот тот трал, как вот трал. Видите, он вас секьюрит. И сразу берете, собираете диффуз. И идете душить. И все, вам ничего не страшно. Можно заменить вот эту тему тревелом. Докупить еще какой-нибудь муншардик. Можно было вместо радиенса сразу тараску. И сразу в гг выйти. И в принципе, это все, братцы. Ну так вот, простенький гайд для вас. Надеюсь, вам этот гайд понравится. И в принципе, это все, братцы. Давайте. До скорого. С вами был Ксен Азас. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать гайды новые, какие хотите. Ну и в принципе, все. Изика точки.